цель нашего сегодняшнего разговора это проговорить как ставить продукцию на автопилот то есть мы сейчас представим что у нас есть уже некоторый контент и задача поставить этот контент на автопилотную на продаже на автопилоте так что обычно у нас бывает на входе на входе у нас есть как правило контент дальше есть автор контент у нас как правило видео редко когда у нас не видео дальше есть автор и есть у нас некоторая концепция концепция продаж что такое концепция концепция какая бывает это страница захвата и дальше уже какая-то серия писем и продажа соответственно что нужно сделать нужно все подготовить после этого протестировать конверсию дальше сделать продажи внутренние дальше продажи по партнерам и зайти в штатный режим что включает себя подготовку подготовка в себя включает запуск подписки цель этого сегментация дальше написание даже не так создание серии писем создание это у нас написание и как это помещение smart responder на настройка smart responder дальше создание продающей страницы верно тестирование себя что включает это настройка контекстной реклаймы конверсии бывает двух типов это конверсия в подписку конверсия 1 здесь показатель нас какой стоимость за 1 подписчика и дальше у нас конверсия продажи и здесь какой процент подписчиков покупает в контексте нам нужно что сделать это настроить рекламную кампанию и измерить конверсию вот после того как мы протестировали вот представим что у нас есть продукт мы настроили конверсию мы настроили контекст и запуск контекста надо определить бюджет я предлагаю бюджет определять вот так 3000 плюс 7000 в два этапа если на первом то есть мы нанимаем подрядчика даем ему 3000 рублей наверное лучше не так сделать настроить рекламные кампании нанять получается подрядчика и здесь шаг 1 500 например рублей в день 3000 рублей в день 3000 рублей в день 7000 рублей всего шаг 3 автопилот отказ так дальше измеряем конверсию конверсия должна быть такая что затраты умножить на 2 меньше продаж то есть это означает что в случае если у нас мы тратим 100000 рублей а продаем на 200 то это верхняя планка оценки хорошо желательно конечно меньше но хотя бы так для начала то есть если мы на вкладывая в рекламу зарабатываем в два раза больше это хороший показатель если мы вкладываем в рекламу и зарабатываем меньше чем в два раза то это плохой показатель так с тестом понятно теперь продажи внутренние то есть что такое продажи внутренние продажи внутренние это мы определяемся серии серии продажи внутренние это по подписчикам B2B basis B2B basis и здесь серия такая разработать здесь нужно два письма по всем письмо письмо 1 полезный бесплатный контент письмо 2 призыв подписаться подписаться и получить контент плюс одно письмо одно письмо одно письмо сегментированное что это означает смотрите письмо по всей базе мы шлим первое бесплатный контент для того чтобы часть людей перешла по ссылкам и посмотрела по этой теме письмо 2 мы говорим что понравился понравился бесплатный контент в предыдущем письме проходите по ссылке и получаете еще больше интересного контента ссылка на одностраничник и плюс еще одно письмо это чисто продажное призыв купи оно отсылается только по тем кто переходил по первым двум ссылкам по первым из первых двух писем почему именно так потому что смотрите в первом письме мы даем полезный бесплатный контент и говорим вот смотрите есть такая проблематика мы подготовили для вас видео идите и смотрите мы тем самым разогреваем интерес у публики во втором письме мы через несколько дней максимум через неделю должны прислать призыв подписаться и получить еще больше контента по этой теме со ссылкой на одностраничник и на этом в принципе все заканчивается потом мы уже по тем кто подписывается мы высылаем уже серию продающих писем но существует еще ряд людей которые переходили по ссылкам из первого письма и перешли по ссылкам из второго письма но по какой-то причине они не подписались на продукт который мы продаем этим людям которые по каким-то причинам постеснялись подписываться все равно имеет смысл отправить хотя бы одно письмо с призывом купи здесь цель сегментация в отдельный список рассылки вот таким образом строятся внутренние предпродажи каким образом строятся продажи по партнерам продажи по партнерам строят следующим образом письмо так смотрите партнеры бывают двух типов это те кто обычные партнеры и стратегические обычные партнеры их больше тысячи они уже зарегистрированы в нашей партнерской программе стратегические партнеры это те партнеры которые которых я знаю лично у них большая база по обычным партнерам нужно подготовить два письма два шаблона подготовка и не так давайте письмо написать письмо само письмо пишется по формуле давайте так первое ну я просто формулу пишу я от веселого дальше у нас есть намечается кто то средний чек такой то конверсия подписной страницы такая то конверсия в продаже заработок с тысячи переходов 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 такой то так у нас намечается средний чек такой то здесь один элемент пропустили стандартная комиссия 30 процентов для вас 40 процентов конверсия подписной страницы такая конверсия продажа такая расчетный заработок ваш расчетный доход с 1000 переходов с 1000 переходов такой то ой пардон это для стратегических партнеров письмо письмо плюс ссылка здесь не хватает двух ссылок ссылка на страницу захвата продажи ссылка на страницу продажи плюс к этому письму нужно предлагать два шаблона с готовыми письмами для рассылки точнее лучше не так смотрите письмо 1 письмо 2 письмо 2 может быть такое если получил ответил не ответил если ответил да то мы прилагаем два шаблона с готовыми письмами для рассылки плюс дополнительные материалы если есть плюс готовые партнерские ссылки для данного парня плюс дополнительные материалы если я не ответил то вопрос получил ли предыдущее письмо письмо если не отвечает звонок или через социальную сеть через социальную сеть плохо работает лучше звонить продажи продажи по обычным партнерам здесь все очень просто пишется письмо на основе стратегического письма стратегическим партнерам и к нему прилагается письмо 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 но на них валится такая куча писем что они просто не отличают важные письма от неважных поэтому им нужно писать индивидуальные письма и работать с ними отдельно дальше продажи внутренние они идут по подписчикам битуби базис мы пишем точно так же высылаем два письма по всей базе высылаем первое письмо получите полезный бесплатный контент по такой-то теме если люди не получают если люди не переходят то даже если они переходят независимо от чего мы высылаем второе письмо чуть позже с призывом подписаться и получить еще больше контента так здесь у нас идет не хватает одного вопрос понравилось ли предыдущее видео и дальше призыв подписаться получить еще больше контента таким образом за две рассылки мы базу не выжигаем вроде бы мы высылаем и полезный контент и высылаем еще дополнительный полезный контент правда здесь уже за действие идет и кроме всего прочего мы сегментируем в отдельный список тех кто переходил по первому письму либо по второму и непосредственно уже делаем призыв купи для тех кто здесь вот смотрите письмо 2 письмо наверное не так здесь серия писем должна быть серия писем купи и в серии писем купи должно быть письмо 1 давайте так к 1 спасибо получите получите бонус дальше идет еще какие то письма и рано или поздно в письме к допустим н купи вот именно это письмо купи мы и будем высылать как здесь так и там это одинаковые письма давайте их сделаем каким-нибудь цветом только не красным например вот таким так теперь соответственно по поводу настройки конверсия из запуска мы проговорили по подготовке тоже проговорили в создании продающей страницы какие есть важные моменты в создании продающей страницы нужно учитывать следующую вещь сама страница страница после нажатия кнопки страница спасибо после нажатия кнопки как правило одна страница сама страница захвата это картинка с формой сама страница захвата это картинка или дук дул видео с формой сначала картинка с формой подписки имеется дальше страница спасибо после нажатия кнопки дальше должна быть страница после подтверждения подписки здесь здесь на этой странице должно быть приветствия плюс текст или видео и это вот эта страница после подтверждения подписки важные я буду помечать красным она используется для настройки используется для настройки конверсии после того как у нас есть страница после нажатия страница после подтверждения подписки у нас еще здесь нужно сделать настройку ремаркетинга ремаркетинг это такая вещь которая позволяет показывать рекламу тем людям которые не подписались были на странице захвата но не были на странице но не завершили подписку до конца и можно показывать преследующую рекламу с этого продукта что вернитесь подпишитесь заберите а тем кто подпишется можно показывать другую настройку рекламы что купи уже продукт так пардон тут наверное создание страницы захвата одностраничник имеется ввиду дальше идет создание серии писем и собственно создание страницы покупки предложения для того чтобы создать эту страницу покупки нужно написать продающий текст можно поручить копирайтеру так после этого заказать графический дизайн после этого заказать верстку это разные люди делают один графический дизайн другой делает уже HTML верстку и после этого опубликовать в интернете интернете опциональный иногда мы делаем подбирая подобрать и зарегистрировать домен отдельный домен для данного продукта смотрите что важно при заказе графического дизайна требования следующие что обязательно присутствие логотип в шапке и футере давайте напишу по русски подвале внизу страницы дальше обязательно наличие для длинных страниц очень важно создавать верхнее меню которые скроллятся верхнее меню меню даже для одностраничника пример такого меню на сайте рост 90 старт вот он пример такого меню так о чем вот оно едет чтобы можно было ткнуть и сразу спозиционироваться на нужное место дальше заказываем верстку проверить для верстки должно быть хорошо хорошо смотреться оптимизировано для 1024 разрешения оптимизировано опубликовать в интернете плюс ремаркетинг плюс не забыть код ремаркетинга а вот еще важная вещь что для создания страниц покупки нужно еще проработать пакеты создать пакеты 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 это несколько предложений и пакет должен быть там высокой ценовой стоимости средней и низкой их может быть например 9000 20 больше 40 пакета эти пакеты они будут использовать плюс апсел и схему апсел и важно когда вы напишите продающий текст здесь возможно возможны варианты вариант 1 пакеты видны сразу вариант 2 пакеты кнопка заказа 1 и апсел для начала вводится в эксплуатацию пакеты видны сразу для того чтобы не мучиться с апселлами многостраничными после этого мы уже прорабатываем второй вариант потому что в ряде случаев когда идут многоходовые продажи получается выгоднее интереснее чем публиковать пакеты сразу так вот в общем то и все что я хотел рассказать вроде бы все вопросы охватили если есть вопросы то задавайте нет нет у меня тоже нет я уже смотрела такое уже смотрели такое понятно тогда смотрите ближайшие шаги какие вот если с чего нужно начинать это создавать пакеты создаются они сейчас я покажу каким образом можно создавать пакеты кстати здесь еще вот очень важный момент пропустили что по внутренним по подписчикам B2B basis здесь должно быть сформировать сформировать график выхода писем сформировать и согласовать в плане график выхода писем сейчас объясню что это такое давайте наверное на примере вот смотрите что создаются план выхода писем когда идет запуск то здесь есть до 14 ноября 14 ноября 18 ноября 19 21 и дальше идет тема письма заголовок что приглашаем пустить второй вебинар или письмо вы пропустили важный вебинар дальше напоминание по партнерам здесь лучше тема письма и дальше плюсиками отмечается по какому списку это письмо отправляется по всем подписчикам по узкому сегменту руководителя отделов продаж HR либо интерес к теме до это поведенческий таргетинг те кто называли на ссылке те кто переходили те кто нажимали по похожим ссылкам раньше дальше переход по ссылке во время и кто записался предварительных список и дальше по партнерам по тем подписчикам в предварительном списке и кто пишет и собственно есть шаблон или нет сейчас я пишу просто сюда сформировать график выхода писем график выхода включает себя число тема письма по каким сегментам отсылаем кто пишет письмо готовность 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 это есть или нет у вас как у руководителя это письмо физически оно есть у вас в наличии или нет вот это первый важный момент теперь про апселлы обещал вам показать схема продаж ну давайте посмотрим за двенадцатый год какую нибудь схему продаж ой тут что то сложное а вот это наткнулись на другую штуку это проектирование апселлов смотрите вы выписываете все продукты которые есть которые уместно продавать с данным продуктом или вообще в принципе который у нас есть нумеруйте у них ставите один два три четыре и так далее и дальше вот по вертикали выписываете те же самые продукты здесь вот 20 и сверху 20 и ставите крестиками там где уместно продавать то есть если мы например продаем оптимизацию работы отдела продаж то уместным предложить второй продукт вот он аттестация отдела продаж третий интенсив телефонные продажи четвертый продаж на переговорах пятый как на это лучше менеджер по продажам а вот седьмой продаж на прокачку уже не уместный восьмой тоже не уместный двенадцатый можно на конференцию предложить а эти конференции нельзя и так далее вот таким образом проектируется схема возможных продаж продуктов в принципе такая таблица должна быть одна на все продукты и наверное более правильным способом будет назначить одного ответственного за формирование такой таблицы чтобы вы могли пользоваться и наверное проще всего такую табличку запросить у Натальи Ярополовой потому что она лучше всего разбирается в линейке нашей продукции и потом уже когда вы получите такую табличку то сможете легко формировать бонусные предложения то есть когда идет продажа какого-то продукта то можно просто посмотреть что с ним еще уместно предлагать и исходя из этого простроить пакетное предложение что должно входить в стоимость более серьезного товара что мы например говорим вы покупаете не только это но еще и вон то и идет описание бонусов понятное дело со скидкой так сейчас минуточку еще какую-нибудь схему продаж покажу минуточку 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 я